Что такое террористический акт и как правильно себя во время него вести? Кто может попасть под влияние террористов? Ученики 166-й школы узнали об этом на уроке, посвященном профилактике терроризма и экстремизма. Он прошел в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Самара» на 2021-2026 годы. Такая работа повышает уровень информированности школьников о последствиях терроризма и экстремизма, позволяет усилить информационно-пропагандистскую работу среди учащихся и обеспечить профилактику этих противоправных действий. Ребята не только получили новые знания, но и смогли поделиться собственным мнением, а также поработать в группах. Всегда интересно послушать, что думают и как считают старшеклассники. Это самое интересное. Мысли наших выпускников очень ценны. Я считаю, что это очень важно. Дети должны быть знакомы с сложностями и проблемами нашего мира. Им скоро выходить во взрослую жизнь. Им нужно понимать, как себя вести, как с этим бороться, насколько они могут с этим бороться. Дети сейчас очень умные. Они погружены в информационное пространство. Они каждый день пользуются интернетом, они каждый день видят эти новости, они это обсуждают и друг с другом. Они задают вопросы, на которые не находятся самостоятельные ответы учителям. В школе также проводят уроки, на которых учат, как нужно эвакуироваться. Ярослав Катасонов рассказывает, большинство старшеклассников знают правила звонков. Два коротких – эвакуация из школы. Один длинный – эвакуация в подвал. А два длинных звонка – ученики должны остаться в классе, заперить дверь и дождаться помощи. Я узнал больше о террористических актах разных годов. Также узнал, какое количество погибло в них, узнал более правильно, как себя вести при террористическом акте. Кроме того, старшеклассники проводят уроки с малышами и рассказывают им о том, что такое терроризм и экстремизм. Я считаю, что это одна из самых важных вещей – знать, как себя нужно вести при теракте, потому что если хотя бы один человек может себя вести недолжным образом, то могут пострадать очень много людей. Как я считаю, это действительно важно, так как вся вот эта тяжа соответственности за будущее страны лежит на наших плечах. Данные знания полезны любому гражданину. Важно не только научить детей, как действовать в экстренной ситуации, но и предотвратить ее. Для этого мы проводим очень много мероприятий. Они на разные темы, но смысл у них один. Это, конечно же, сплочение детских коллективов и это создание и поддержание комфортной дружеской обстановки в школе. Рассказали о противодействии терроризму и экстремизму и ученикам 24-й школы. Упор сделали на том, какую ответственность несут люди, которые занимаются противоправной деятельностью. Алла Нечесова, подполковник полиции, начальник УДН Средневоложского линейного управления МВД России на транспорте, пообщалась с ребятами и ответила на интересующие их вопросы. Детям это интересно. Многие для себя открывают что-то новое. Их интересуют какие телефоны, какие службы. Это наше будущее. Это наша надежда и опора. Наши дети. И мы не должны дать вовлечь их в экстремистскую деятельность. И вообще любые преступления. Это наши дети. И кроме нас о них позаботиться некому. Как вести себя при террористическом акте, ребята знают. Президент школы Максим Царев делится. В школе проводят учебные проверки. Я узнал, что и бывает с людьми, когда они совершают такие поступки. Что не нужно этого делать ни в коем случае, потому что в первую очередь нужно думать о себе, о семье и о безопасности. Наблюдая за детьми вообще в принципе, я замечаю, что в последнее время дети стали намного серьезней. Серьезней, ответственней. Но возможно потому, что и на уроках истории, на уроках общества знания, на таких вот мероприятиях мы много рассказываем об ответственности и рассказываем о том, как выжить в каких-либо ситуациях. Сегодня в учебных заведениях города безопасности школьников уделяют особое внимание. Ведь самое важное, что есть у человека, это его жизнь. И этому важно научить с детства. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!